Здравствуйте! Это суть дела. Представители обеих сторон конфликта в Ливии, давно де-факто переставшие быть единым государством, одновременно оказались в Москве, чтобы заручиться ее политической поддержкой и обсудить перспективы экономического сотрудничества. Зампред, заседающего в Триполи правительства национального согласия ПНС, Ахмед Майтик, встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. За день до этого он провел переговоры с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Они обсудили возможность участия российских компаний в восстановлении объектов промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры Ливии. Ливийская сторона подтвердила интерес к российской авиационной технике, включая пассажирские самолеты СС-Джей-100 и МС-21, а также к гражданским многофункциональным вертолетам. Стороны договорились также проработать совместные проекты в таких актуальных и социально значимых областях, как медицина и фармацевтика, говорится в заявлении российского ведомства. По словам Ахмеда Майтига, он договорился с Денисом Мантуровым о возобновлении соглашения между странами в области электричества, энергетики, здравоохранения и инфраструктуры, заключенных еще в 2008 году, но приостановленных после свержения в 2011 году Муамара Кандафи. В последние полтора года речь об экономическом сотрудничестве с Триполи почти не шла. Представители ПНС обвиняли Москву в поддержке фельдмаршала ливийской национальной армии Халифы Хафтара и переброске в Ливию наемников. В ходе визита господина Майтига в Москву в июне прошлого года Сергей Лавров назвал главным препятствием для поступательного сотрудничества с Триполи нахождения в ливийской тюрьме двух российских граждан социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэфана, арестованных в мае 2019 года. 10 декабря они были освобождены и двусторонние отношения потеплели, хотя непонятно, что делал российский социолог в ливийской тюрьме. В четверг Москву посетил во главе небольшой делегации министр иностранных дел и международного сотрудничества правительства Ливии, базирующегося на востоке страны, Абдель-Хади Хувейдж. Он, в частности, встретился с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым. Господин Хувейдж рассказал об экономической части переговоров в Москве. Обсуждались проекты в сфере строительства железных дорог, электричества, образования, здравоохранения, включая возможность поставки вакцины от коронавируса «Спутник-5» в Ливию. «Есть старые соглашения, которые мы хотим активировать. Скоро будет визит делегации, которая посетит районы под контролем нашего правительства и обсудит проекты», – добавил он. Интерес к поездке на восток Ливии выразили представители примерно 20 российских компаний. Но пока вопрос находится в стадии обсуждения. Наш интерес к Ливии – это история о геополитическом влиянии России в мире и о соперничестве с Турцией. Добившись участия в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта и утвердившись в военном присутствии в Карабахе, Турция нанесла ощутимый удар по нашим интересам. Любители асимметричных ответов теперь пытаются щелкнуть турок по носу в Ливии, где они поддерживают ПНС. Удивительно, что в условиях инвестиционного кризиса дома 20 российских компаний собрались вкладываться в далекую Ливию, расколотую гражданской войной. Видимо, нашему бизнесу даже Ливия кажется предпочтительней для инвестиций, чем родная страна. По данным «Новой газеты», Россия за последние 20 лет потратила на помощь дружественным режимам и политические мегапроекты за рубежом почти 46 триллионов рублей. Это порядка трех годовых бюджетов страны. На эти деньги можно было бы построить у нас в России около 15 тысяч новых больниц или просто положительно накопить на счет каждого взрослого россиянина по 400 тысяч рублей. Не знаю, как вам, а мне, Татарстан, Чувашия, Рязанская область и все остальные 82 субъекта Российской Федерации ближе, чем Ливия. Это была суть дела. Все будет хорошо в исторической перспективе.